Всем привет, друзья! Приветствую вас на своём канале Просто и вкусно с Еленой! Сегодня делаю засолку красной рыбы в домашних условиях. Присоединяйтесь! У меня сегодня лосось 800 грамм. Я его очистила от чешуи, промыла и просушила бумажными полотенцами. Формирую красивый кусочек под засолку. Обрезанные кусочки убираю в холодильник. Буду варить юшку. На дно ёмкости для засолки засыпаем пол столовой ложки сахара. У меня сегодня пластмассовая тавочка. Можно использовать также стеклянную. Теперь добавляем четверть столовой ложки соли. Из филешечки вынимаем косточки. Можно это делать щипчиками, можно руками. Проверяем нашу рыбку на предмет, не осталось ли у нас косточки. Кладём шкуркой вниз на соль и сахар. Теперь на рыбку посыпаем 3 четвертых столовой ложки сахара. Распределяем её по поверхности равномерно. Теперь 1,5 столовые ложки обыкновенной соли. Также равномерно распределяем соль по поверхности рыбки. Вот такая, друзья, красивая рыбка получается. Накрываем её крышечкой и отправляем в холодильник на одни сутки. Периодически вынимаем рыбку из холодильника и поливаем её появившимся маринадом. Я так сделала 3 раза. Снова накрываем крышечкой и отправляем в холодильник. Итак, друзья, прошли сутки. Вот такая рыбка у меня получилась. Теперь я её промою. Хорошенечко просушу салфетками. Смазываю растительным маслом без запаха и могу хранить в холодильнике двое суток. Если мы не съедаем за двое суток, я её перекладываю в морозильную камеру. Теперь рыбку нарезаем и подаём к столу. Малосольную рыбку в домашних условиях, как вы видите, приготовить несложно. Получается она очень вкусной, ароматной и малосольной. Из неё можно приготовить массу вкусных, красивых блюд к праздничному столу. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и ставьте лайки. Пока-пока!